Это я сижу для вас монтирую на выпуск, который прямо сейчас вы смотрите. Так, стоп, что сегодня будет? Итак, сходим на рынок, протестим овощи и фрукты, возьмем машину, снова поговорим про цены, увидим, как топит Анталию. В общем, ребят, присаживайтесь, удобнее, нажимайте на лайк и смотрим. Слушайте, я не могу вам передать свои эмоции и ощущения, когда ты просыпаешься, выходишь на балкон и у тебя вот такие виды из каждой комнаты. Сегодня гора Тахталы, самая высокая гора Анталии, спряталась, она сейчас в снегу, там сейчас какой-то циклон идет, здесь различные ущелья, посмотрите, какая красота, невероятно, на улице тепло, градусов 18 и сегодня мы пойдем сходим на рынок, посмотрим, как изменились цены, а может быть и вообще не изменились, на рынок мы идем впервые, вот сколько приехали, пока еще не ходили. Естественно, закупимся, обычно мы закупались примерно, ну, в среднем, 1000 лир на неделю, посмотрим, сколько сейчас это выйдет, ну, мы те цены помним, будем озвучивать, ходить, смотреть. Погнали на рынок. Мы вдвоем с Темкой пошли. Да, в общем, машины у нас пока нету, на рынок обязательно нужно затариться сразу на неделю, потому что в магазинах это не совсем то качество, как на рынке, да и цены не такие, как на рынке, поэтому идем пешком, обратно, не знаю, посмотрим, зависит, сколько у нас будет баул, возможно, доедем на такси, заодно целом такси посмотрим. Так, по поводу денег немножко расскажу, смотрите, у нас есть доллары, у нас есть зератовская карта турецкого банка и российская UnionPay. Мы вообще обычно деньги гоняем через корону, но сейчас что-то скинули деньги через корону, и они уже там на два дня повисли. Сегодня сделали еще один перевод, и он еще тоже повис. Короче, нам везет, как утопленникам. Ну и смысл в том, что мы сейчас хотим либо поменять доллары, заодно посмотрим, что по курсу, либо попробовать снять с карточки UnionPay наличку. Тоже в Турции никогда это не делали, карточка UnionPay у нас появилась осенью того года перед поездкой в Таиланд, в Таиланде она нас конкретно выручала. Ну, а здесь есть турецкая, но опять-таки... Спасибо. Видите, хоп, и платеж застрял, поэтому не совсем удобно, и мы такие с утра сидим, ждали-ждали-ждали денег, не дождались, сделали второй, опять зависло, поэтому я вспомнил, что у меня есть немножко долларов, по-моему, 38 или 40 долларов. Можно зайти, в принципе, и поменять. В Кемере реконструируют дороги, и совсем скоро, когда уже будет сезон, вы приедете сюда отдыхать, здесь будет пресс-тарпушка-бомба. А еще, кстати, знаете, что я в Турции заметил, что вот мне почему-то это никогда в глаза не бросалось, но сейчас, после посещения там различных стран, это бросается. В Турции нету такой культуры, как на каждом углу стоят банкоматы. У них как-то все банкоматы находятся в одном месте. В принципе, вот где бы мы ни были, приезжаешь, например, в какой-то большой магазин, типа вот ММИграс, да, например, вот за моей спиной, и там нет ни одного банкомата. Как это работает, не знаю, но вот у них так. Вот, например, здесь даже в Кемере все банкоматы, вот они там где-то в центре, вот где рынок, вот там какого только банкомата нету, различные банки, все там. И вот так, если тебе срочно нужна наличка, тебе нужно ехать именно в центр Кемера. Не знаю, почему у них так, кто в курсе, напишите в комментариях. Магнолия цветет вовсю, красота. Здесь она совершенно бесплатна, не нужно платить за то, чтобы с ней сфотографироваться. Так что, ребятки, обязательно приезжайте в Кемер, в лучший город. Какая интересная палатка, здесь мясо продают, это передвижной магазин. Вот они, банкоматы. Пойдемте попробуем сейчас снять с UnionPay, надеюсь, у нас получится это сделать. Ну, по крайней мере, здесь значок UnionPay есть, значит, попробуем. Так, попробуем 3000 лир снять. Чик. О, типа комиссия 180 лир еще будет. Ну ладно, бог с ней. О, дает, прикиньте. Ну, слушайте, ну очень супер. Да, то, что с комиссией. Сейчас посмотрим, какая составила комиссия, какая комиссия банка и какой курс. Забирай. Считовод. Судя по комиссии, ой, 6% еще взял этот аппарат. Сейчас подведем итог. Ну вот, получается, видите, наверное, солнце отсвечивает. А, вот, 9815 как будто я снял. 3000 лир, это 9000 рублей. То есть, получается, ты 1000 рублей теряешь на снятии наличных через UnionPay. Поэтому, конечно же, короной пользоваться гораздо удобнее, потому что она дает идеальный курс. И на нашу карту ты ничего не теряешь. Ну ладно, в экстренных ситуациях это, на самом деле, достаточно неплохо. И все, вот мы на рынке. Помидорки 15, 10 лир огурцы, 20 лир картошка, 15 лук. Сейчас я буду максимально ценно стараться вам показывать, что сколько стоит. Кстати, здесь можно вон телегу взять. Так, вот лук красный по 50, грецкий орех 130, картошка 20. Ладно, по картошке мы поняли, как стоило, так и стоит. Ну какая-то вот по 22. Картошку уже будем брать вообще на выходе, потому что ее будем брать много. Углубляемся. Мы обычно на рынке закупаемся сразу на неделю. Вот баклажаны по 50. Это что у нас тут? Яблочки какие-то по 50, бананы 35. Кстати, хорошая цена на бананы. Это местные бананы, здесь они растут, поэтому можно взять. Обязательно нужно взять тыкву, да, Тёма? Да. Вот тыквочку сейчас возьмем. Последний раз тыква была 50 лир, по-моему. Во, прекрасные яблоки по 10, вообще красота. Вот вообще по 20. В общем, да, надо будет сейчас все набирать. Чемпиньоны 80. Зелепушка различная по 15. Морковка последний раз была дорогая, сейчас она по 30. Кстати, вот морковка вообще подешевела, тоже нужно обязательно будет взять. Голубика сладкая, вот прям по-русски написано, но это для туристов на самом деле. Клубника 80. 80 клубника, это дохлина. Клубнику мы брать точно не будем. Кабачки 25. Перец 50. О, апельсинчики 10, но у нас очень много мандаринки. Вот классно еще по 15, супер. Так, ладно, это что-то какие-то яблоки разновидности, груши и так далее. Здесь вот сейчас можно купить арбуз. Правда, я не пойму по цене какой-то, но какой-то бледный. Вот вообще морковь по 10, кстати, можно такую взять. Но мне кажется, она не совсем вкусная будет. Так, во, арбуз по 60 сейчас килограмм. Вот она тыква, мы в этой палатке, кстати, и брали. Она сейчас по 40. Подешевела на 10 лир. Вот вообще клубника просто по 100. Это очень дофига, конечно. Есть ананасы, но ананасов мы объелись, нам это не надо. Гранаты вот можно было бы, конечно, купить с удовольствием. Капуста 15. Огурцы по 25. Вот, черрики 25. Шикарная цена, кстати, между прочим. Обязательно нужно взять цветную капусту. Здесь, правда, вот нету цены. Вот морковка по 25, кстати. Вот можно взять. Будет 50 баклажанов. О, перец зеленый по 60. Салат 15, редиска 10. Ой, Артемка, вот это мы сейчас с тобой здесь наберем. Да. Есть вот такие помидорки, кстати, всякие разные. Вообще большой выбор, просто разноцветный. Дискотека помидорная. Вот, тыква у них вот так уже нарезана. Осталось только запустить в кастрюлю и варить. О, авокадо. 100 лир, 5 штук. 3 штуки по 50, но это очень маленькие. Мы в Таиланде, кстати, немного покупали авокадо, не наелись. Поэтому здесь можно, здесь нормальная цена у них. Грецкие орехи 140 лир. Это не чищенные. Каштаны 230. Антоха, привет. Вот помидорки по 30. Вот, надо взять будет цветную капусту и брокколи обязательно. О, какие классные вот эти помидоры по 35. Клубнику дешевле 80 лир мы так и не увидели. Это вообще туристическая цена, поэтому... Ну, пока без клубники. Сейчас, в принципе, я так понимаю, и не сезон этой клубники. Поэтому можно что-то другое поесть. Ладно, в принципе, ценники я вам показал. Сейчас мы быстренько будем закупаться. А потом уже дома разложимся. Лимит, помните, 1000 лир у нас. Попробуем в эту цену уложиться. Надеюсь, у нас получится. Мы тут затарились вот в первой палатке. На самом деле, вон, куча пакетов уже. Еще мы купили грецкие орехи. Чищеные уже стоят 300 лир за килограмм. Да, затарились мы конкретно. У меня полный рюкзак, у Темки полный рюкзак. Еще два тяжеленных пакета. Фух, мы вот думаем такси. Но таксишек, видите, сейчас здесь нету. Хотя, в принципе, для информации, интереса, сколько сейчас подача стоит и сколько будет доехать километров. Нам здесь 2,5 километра до дома. Поэтому, наверное, все-таки мы подождем такси, чтобы понимать еще цены сейчас на такси. Я думаю, многим это будет как раз актуально. Кстати, в Турции миллион раз показывали. Вот так вот подходишь, нажимаешь штуку, и к тебе подъезжают. Вот, кстати, как раз и такси. Все, мы запрыгиваем, погрузились. Опа. И поедем. Фух, в общем, попросил по счетчику. Вообще, что говорит, типа, такой темы нету. Я говорю, я местный. Он говорит, типа, нет, сейчас такого нету. Типа, если от центра заказываете, то идут тарифы. Оно ткнуло самый высоких тариф в 90 лир. Доехали мы до дома. Рассказываю, цены на такси Конский. Два с половиной километра проехать нам обошлось в 100 лир. Он все-таки запустил счетчик. И вообще, изначально не понял, куда нас везти. Мы чуть не туда поехали. В общем, вышло 100 лир. Ну, там чуть поменьше. Ну, да ладно. Короче, это много. А приехали мы домой. Поставили пакеты. И никого дома нету. Ключей у нас тоже нету. А наши, оказывается, уехали в отель кушать. Вот так вот мы с Тёмкой попали. Да, Тёма? Ага. Можно, конечно, в такси уехать опять до 100 лир, но что-то совсем не хочется. Тем более, такси уже уехало, кстати. Вот для чего уже читать голосовые. Так, друзья мои, вот четыре таких огромных сумки. У нас в месяц такси, получается, вышло 1300. Ну, вот чисто на еду 1200 лир. Сейчас попозже все это дело, как попадем домой, разложим. А пока нужно решить, что нам делать. Обожаю Турцию за то, что можно вот так вот всё бросить и пойти на обед, да, куда-нибудь ждём? Пошли. Я Артёмке говорю, сиди ешь, когда у тебя такой ещё обед будет? Просто айран и просто хлеб, да? Я говорю, такое можно только с папкой. Солнце так жёстко печёт, что хочется поесть и просто прыгнуть в этот бассейн. Мне тоже так. Да? Может, прыгнем, пока они не видят? Да, ну нет, конечно, джинси, что ты не прыгнешь. Жара конкретная, наконец-то. Действительно, вот это я понимаю, весна. Вот, приехал человек, кто увёз мою семью. А мы тут сидим, да, Тёма? Ага, иди в альтернат с хлебом. Сейчас выбегут и будет. О, папа, привет! Ну что же, ребятки, самое время подвести итог. Цену я вам уже говорил, но продублирую ещё раз. Ребятки, стол просто ломится от всех овощей и фруктов. Вы посмотрите, здесь огромнейшее количество килограмм абсолютно всего. Здесь всего лишь всё на 1200 лир. Ребятки, вы только вдумайтесь, умножьте это на 3. И вы поймёте, что это капец как дёж. Вот для чего мы хотели сюда приехать. Итак, теперь по ассортименту, что мы взяли. Посмотрите. Это значит помидоры черри. Здесь килограмма 2,5. Брокколи, большая свекла, будем больше варить. Здесь, значит, огурцы. Гладкие такие, турецкие. И ещё мы взяли огурцы. Вот большой пакет. Такие вот, как мы любим, пупырышные. Но я взял и те, и те. Лук. Я не знаю, здесь килограмма 3. Это дали в подарок. Не знаю, что это, груша, наверное. И вот такой огурец дали тоже в подарок. Вот такие взяли помидорки. Вкусно так пахнут. Похожи на наши какие-то. Дагестанские, что ли. Два авокадо. Ценники, я вам говорил. Такие вот прямо вот есть надо срочно. Здесь у нас листья салата. И ещё купили редиску. Значит, цветная капуста. Большой качан. Обычная капуста. Здесь у нас баклажаны. Это груши. Тыква. Два, значит, килограмма. Очень любимые тыквенные супы. Надо только сливки будет купить. Много-много-много морковки. Яблочки такие, яблочки такие. Здесь у нас лук, кинза, грибочки. Тоже полтора килограмма, по-моему. Грецкий орех, про который я говорил. Чеснок, кабачки, огурцы. Картошка килограмм 10, может больше. Перец взяли и зелёный, и красненький. И местные бананы. Тоже, по-моему, килограмма два с половиной или даже три здесь. В общем, ребятки, вот это вот всё. Тысяча двести лир. Например, вот кто там говорит, что Турция дорога, вот в плане овощей, идеальная история. Особенно, если вы любите, то, мне кажется, зиму надо проводить точно в Турции, потому что это самые лучшие цены. И это, естественно, в Турции. На рынке ещё был достаточно большой ассортимент рыбы. Его я не снимал, потому что они там прям такие, ну, не любят, когда снимают рыбу. В итоге не стал. Ну, реально, большой ассортимент рыбы. Рыба примерно от 250 до... Там разные разбеги есть, но, в принципе, выбор большой. Они чистят бесплатно, жарят бесплатно. То есть, в принципе, например, вот в день рынка на ужин хочешь, сходил, тебе почистили, сразу же пожарили, домой приехал. Ну, это прям классно. Но вот рыбку мы покупать не стали, потому что мы без машины, и как с ней таскаться сейчас по жаре. Видите, какой казус, да, случился, шаш-хопс. И мы сидели потом, тухлая бы рыба там. Сейчас расскажу, куда мы едем. Это Дима, наш подписчик. Он купил квартиру в Кемере по нашей рекомендации. Взял у него большое интервью. Но про это в следующем выпуске мы с ним очень долго болтали, и заодно я взял... Сколько я? Часа полтора, наверное, провел, прикиньте. Кстати, я еще машину взял. Сейчас расскажу. Так, Volkswagen, блин, прикольно. Все такая заряженная, мультимедиа, автомат здесь, алькантара, все дела. Белый, светлый салон. Так, снаружи. Что у нас снаружи? Так, давайте попробуем завести. Ну, слушайте, в общем и целом, машина, конечно, вообще прям прикольная. И здесь, кстати, еще без ключевой доступ. Тарт-стоп. Оп, все, завелась. Пожалуйста. Первый раз вообще еду на... Ох, нифига себе, слушайте. Ой, какой здесь тормоз-то. Вот прям его слегка прям надо нажать. И прям... Я аж это... Я аж попутал. Взял я у нашего хорошего уже знакомого, Файсала, на целый месяц машину. Скорее всего, будем даже ее продлевать, будем на ней кататься. Контакты я оставлю в описании. Он сейчас как раз открыл полноценный прокат автомобиля здесь, в Кемере. Поэтому, кто приезжает в Кемер, будете получать вот сплошное удовольствие от машин. Ну, тачка классная. Все-таки, как наша родная, только маленькая. Блин, ребятки, очень приятно выходить на балкон и видеть, что у тебя под попой будет машина. Да, да, еще и не просто. А вот Volkswagen все-таки Golf прям в офигенной комплектации. Это прям классно. Да, но с Файсала меня уже в другом выпуске просто познакомил. Когда я ее взял, он Диме оставил ключи и сам улетал. Ну, это свой человек в Кемере, поэтому, конечно, да, брать у своих это особое удовольствие. Настенка, к вашим услугам. Автомобиль, наконец-то. Настой неделе. Да, кстати, ребятки, хочется сказать огромное спасибо, кто нас поддерживал в аренде машины. Огромное спасибо. Да, в общем, друзья мои, процентов 20 от стоимости машины. Это ваш вклад, за что мы вас, конечно, очень сильно благодарим. Так, ну-ка, киш, бегом назад. Бегом назад, Мирош, быстро. Давай-давай-давай, бегом. Здесь, кстати, в машине есть классный кайф. Это не просто кондиционер, а климат-контроль. Это, конечно, плюс у этой машины, ну, уже сами понимаете, какой. Про мультимедиа я уже сказал. Мы мечтали об овощном рагу турецком. Кайф. Это вам немножко закадровая история, как пишется закадровый голос, чтобы звук был максимально хорошим. Делается такое шумоподавление, петличка, и вот так вот работаем. У меня есть прикольная идея. Я надеюсь, вы поняли, что мы сейчас будем делать. В общем, у меня в руках тестер. Будем сейчас замерять на нитраты все эти овощи, которые мы купили. Не знаю, чем обернется эксперимент. Сейчас все увидим и обсудим с вами в комментариях. В общем, друзья, получается вот такая вот корзина из овощей. Сейчас будем замерять. Так, первое, что у нас здесь есть, это помидор. Давайте большой сначала замерим. Чикс. И нажимаем ОК. Идет измерение. Так, смотрим. Зеленая зона. У нас еще есть помидорки черри. Давайте его тоже замерим. Помидор. Вставляем. И нажимаем ОК. Замеряем. Так. Зеленая зона. Зеленая зона. Еще лучше. Так, огурец гладкий. Вставляем. И нажимаем ОК. Зеленая. Дальше идет морковка. Берем морковку. Вставляем в морковку. И нажимаем ОК. 162. Зеленая. Лук. Чикс. Нажимаем. Вставляем. 52. Зеленая. Картошка. Вот. Вставляем. Нажимаем. Смотрим. 177. Зеленая. Кабачок. Нажимаем. Вставляем. ОК. 51. Зеленая. Вы понимаете, что нитраты, все, что вы проверили, вообще нитратов нет. Зеленая зона. Достань качан капусты, пожалуйста. Забыл про капусту. У нас же есть капуста еще. Вставляем. Нажимаем ОК. Та-ра. 51. У нас есть груша. Нажимаем ОК. Вставляем. И погнали. Я даже не представляю. 67. О, 67. Здесь незначительное повышение нормы. Баклажан. Вы выбрали, вставили и нажали. 13. Зеленая. Банан. У нас есть бананчики. Вставляем. Нажимаем. 92. Зеленая. Яблоко мы не проверяли. У нас есть яблоко. Нажимаем. Вставляем. Погнали. 29. Зеленая. Свекла. Чикс. Мне кажется, свекла даст зеленый, а оранжевый. Опа. Вставили. Скорим будет оранжевым. Запускаем. Давай. Скорим, чтобы быть зеленым. Зеленая. Боже, какая она хорошая. Супер. Одно лево. Замеряем. Хорошо. Обалдеть. В общем, ребятки, сейчас мы с вами полностью развеяли миф, что турецкие овощи и фрукты нитратные. Нет. Вы сами все видели. Давайте обсудим эту тему в комментариях. Да, вот это у нас сегодня погодка подпортилась. Гор почти вообще не видно. А я стою в окно, жду Димку. Сейчас поедем в автосалон Hyundai. Он отправил машину на ТО. Хочу посмотреть вообще цены, вам показать. А потом зайдем в метро. Посмотрим еще. Там ценники говорят, что в метро самое дешевое. Рыба и мясо. Посмотрим. Едем. Нам осталось буквально там весь город проехать. Но он весь красный. И позвонили в салон. Они не хотят ждать вообще ни в какое. В итоге мы разворачиваемся и едем домой. Пересекционно. В фото полосе никто уже не едет. Если поедет, снесет, наверное. Да. Вот это все. Утопленник. Гидроудар поймал. Ни битый, ни крашенный. Ой, ой, ой. Еще. Еще. Нет. Автобус, бедолага, вообще. Можно посильнее. Как на лодке, понимаешь? Понимаешь? Как спокойно в метро. Вообще, слушайте, никого. Все, потому что стоят в пробках. Возьмем одну. В том году заходили к Диме в гости, делали там салат. Сонька сделал с таким вот соусом. 65 лир здесь стоит, поэтому я думаю, в этот раз надо все это что-то прикупить. Но на самом деле овощи, фрукты даже нет смысла вообще показывать, потому что такое дело... Вон они, такие, они не совсем лучше брать на рынках. В принципе, что мы и делаем, поэтому... Ну, серьезно, здесь цены так себе, конечно. Опа! О, зато какие огромные тыквы! Слушайте, вот это вообще размер. Вот это, да. Цена на Чапуру 200, в Мигросе 180. Ну, вот Чапура, 192, такая маленькая. Да, вот есть, например, у меня есть. О, это форелька. Да, форелька, да. О, вот это можно взять, слушай. Она недорогая. Вообще, 119 лир, это килограмм 300, 360 рублей. Это вообще мощь. Сейчас возьмем обязательно. Так, что здесь еще по рыбе какая-то есть? Большая, хорошая Чапура есть. Вот. 210 лир. 210, ага. Она одна, наверное, на килограмм будет. А это что за рыба? Это... Какая-то... Слушай, да, цену на Чапуру зависит вообще от размера. Видимо, как-то влияет на кости, наверное, да? Вот, барабулька. Знаешь, что нам надо, Дим, приготовить? Барабульку на углях. Знаешь, какая пустота? 800. 800. Жесто. На рынке 500. Попробуй уголь. О, короче, вот. Так, креветки 249 и маленькие осьминожки, кстати, тоже классно было приготовить. 84 лиры всего лишь. А вот большие 233. О, вот что можно взять на засолку, кстати. Так, надо сливки еще взять, я вот тут вспомнил. Здесь, понятное дело, огромный выбор меда, а мы идем и залипли на вот это вот канистру, ядро малинового варенья. Причем, смотри, состав 45% малины, потом сахар идет. Крытое, значит, должно быть, да? 300 рублей. Это что, килограмм? Ну, нифига себе, слушай, литровая. Мне, конечно, нормальная цена, да? Для малины, да. В Турции, кстати, вообще не проблема уже с гречкой. Вот, пожалуйста, продается даже в метра килограмм, ровно килограмм. Не 800, не 900, 113 лир. Это, ну, примерно 350 рублей за килограмм. Друзья, вы делаете по метру выводы сами. Пока меня не было, Носенка сделала шикарный ужин. Картошка, грибочки, курочка. Я вам привез оливочки, бальзамический соус, еще вот такой соус. В общем, сейчас мы... Салатик у нас. Готовим завтрак Носенке. Я, в принципе, потому что всегда его готовлю. А сегодня особенный день, ведь сегодня 8 марта. И, девчонки, все, кто смотрит этот выпуск, поздравляю с 8 марта. Пусть у вас будет много цветочков, только радость. Подарков будет куча. И самое важное, чтобы это было не только на 8 марта. А желательно каждый день. Топленое молочко, подгончик там такой. Яйцо, помидорчик. Сейчас будет еще кофеечек. В общем, сейчас Носенка, наверное, заценит. У нас тут, на самом деле, такая утренняя суета Носенка просто бегает. Все мыли. Потому что решили с парнями подарить им комплексный спа. Вот она туда сейчас отправляется. Поэтому суеты у Носенки много. Сбегарю, наконец-то. Давай, давай. У своих мужчин. Что, Носенка спа находится в какой-то пещере, что ли, да? Не снашивайтесь. Утеплилась. Все, давай. Все. Давай с прайсом. Хорошо тебе провести время. Шагай. Все, пока. Не потеряй его. Пока наша прекрасная дама Чили там в спа, мы решили с парнями доехать до рынка, купить цветов, да, парни? Сейчас купим какой-нибудь букетик. И поедем уже в отельчик там пообедаем и цветочки вручим. Да. Димасик взял один такой вот огромный букет. Посмотрите, подсолнухи. Слушайте, никогда не дарили подсолнухи. Прям потрясающе. Прям смотрится классно. Вот. А мы берем тоже цветочки, но нам надо 4 букета. Да, Мирошка? Вот эти, кстати, расцветают и очень долго стоят рознички. Но-но-но. Ну вот, мы приехали. Соня меня привезла, хотела. Потом подсменили на мотоцикле, как мы катаемся здесь, так счастливее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, мы затарились. Настенка будет рада. Вот как здорово столько пацанов. Вон сколько букетов сразу. А вот где мы? Оптом. Где-то наши дамы тусуются в спа. Дарабай. Дарабай. Так, все, тут уже. Дайте поцелую всем. Спасибо. Папа, ты же не дарил с вами. Я подарю. У меня большой отжали, дарю тебе маленький. Спасибо. Ой, как нам с ним подойдутся. Ты так иди сюда, Смироша. Ничего себе, привет. Ничего себе. Нормально отдохнули? Слава мне, да, многодетная мама. Соня, учись. Как учись? Что вы хотели от меня? Что вам надо? Праздничный обед. Дима все, Дима все наготовил, приготовил. Да, Дима? Всех пригласил. Ну. Десяти я пойду. А тебе не досталось, да? Ну что же, ребятки, стоим на стафоре. Сейчас будет шок-контент. Сейчас поедем домой. Дело в том, что у нас вон бензина на 5 километров осталось. Сейчас нам нужно заехать и заправить. Наверное, полный бак не будем, потому что я не знаю, сколько у нас выйдет. Так, а где у нас вообще топливо? С какой стороны? А, с правой. Вот у нас, получается, 42 с копейками стоит... А нам нужен бензин? Нет, нам бензин нужен. Да уж. Вот это да. Так, попросил я на 500. Сейчас посмотрим, сколько выйдет. Но, скорее всего, надо будет еще. Что-то, мне кажется, очень мало это будет. Так, ну что ж, смотрите, вон, на тысячу лир залил. У меня вот чуть больше полубака. Да уж, топливо нынче не дешевое. По пузикам нельзя браться. Но сейчас хорошо, что машина, вот она малолитрашка, 6,5 литров всего лишь кушат. Это прям очень хорошо. Так, у нас в машине обновление, ребята, представляете? Нам Файсал еще дал детское кресло. Вообще, совершенно новое, да. Видишь? Кресло у Мирошки. Да, отходите вам. Все, теперь у Мирошки кресло такое вот, как у нас, мультивейнистый. Смотрите, с специальными такими подлокотниками. В общем, машину сняли и кресло получили. Вы не ждете? А мы идем в порт. Дима! А, Дима, это кто? Это, это тебе от банды. Да ладно? От ваших любимых друзей и подписчиков. А ты как что-то казалось? А меня они просто попросили. Спасибо, блин, отлично. Спасибо, я же такая красная. Не, иди, иди тогда туда в камеру. Я думаю, спасибо, не тебе волну. Пожалуйста, с 8 марта тебе. Спасибо, еще раз, я уже убью, я думала, хватит. Спасибо, ребята. Нифига, знаете, какая красная. И Мирошка у меня проснулся, да? Ну иди, сейчас у вас полегон. Отлечешь? Сейчас, я буду, ну иди, отвлекай. Эй, Мирошка, ты чего? Мирон спал, у вас проснулся? Субтитры сделал DimaTorzok